Мы имеем дело с массовым психозом, мы имеем дело с очень быстро развивающейся и в нашем обществе, и в западных обществах, и в западных обществах даже больше, чем у нас, депрессии. Тяжелая хроническая депрессия, связанная с тем, что, посмотрите любой телеканал, от федеральных до частных, море, потоки, крови. Война, конфликты, гарь, отрезанные головы ИГИЛ, постоянные катастрофы техногенные, антропогенные, экологические, всякие. Война убывает, реки высыхают, леса погибают, все горит, рушится и так далее. В этой обстановке возникает определенная часть, формируется у населения в массовом сознании, формируется потребность, если хотите, насилия. Есть такое понятие в криминалистике, синдром заложника. Когда человек долго находится в заложниках, он начинает любить своего мучителя и своего захватчика. Вот мы сейчас захвачены насилием. И целая, видимо, уже достаточно значительная часть населения, которая, не отрываясь, как наркотик, сидит у экрана и питается вот этой информацией. У них есть потребность. Причем эта потребность нарастает с каждым годом все больше и больше, с каждым днем, месяцем. Это ужасная социальная болезнь. Для того, чтобы ее лечить, надо применять меры, надо проводить серьезную государственную политику, надо сокращать количество сенсационного и кровавого материала на экранах. А люди эти, они число будет только прирастать. Они уже воспринимают эту потребность крови, которую они видят и в фильмах. Мы знаем прекрасно на Западе, в каждом фильме должно быть количество убитых, должно возрастать. Раньше это было один-два человека, сейчас это сотни в течение одного фильма. Так что, ничего удивительного нет. Женщина совершила страшное преступление, насилие над ребенком. По идее, лучше бы это вообще не показывать никак. Оставить это полицией, оставить это следователем, оставить это суду. Может быть, дать какие-то небольшие заметки в экранах, но поберечь все-таки здоровье населения. Вот я бы так сказал, ни в коем случае нельзя поддаваться на этот соблазн сенсационности и рейтинговости, чтобы вот эти отрезанные страшные вот эти сцены, отрезанные головы детей, измученные, изувеченные тела, казни и так далее, постоянно присутствовали на телевидении. Мы все сойдем с ума, мы все перебьем друг друга. Вот и все.